И Last of Us 2 для PS5 Pro с улучшенной графикой. Это какой ремастер будет Last of Us? Майя Нивна, с вами, всем привет. И сегодня с реакцией на Булджай, его новое видео называется Сырная Правда. Любит он сыр. Новости Булджай, это будет первая часть. Как говорится, это же не пчелиная война, поэтому можно и посмотреть. Погнали. Можно сделать. В эфире Сырная Правда, самые желтые новости игровой индустрии. Но не настолько желтые, как пчелиная война. Здесь правда, актуальность, достоверность и ответственность крайне редкие гости. Булджай, как пчелиная война. Мне пишут комментарии постоянно, под всеми роликами, просто про эту пчелиную войну. Даже если бы не знал такой Булджай, я бы точно о нем узнал бы. Ведь им тут не рады. Мы смотрим глубже. Сырная Правда. Мы получаем новости из новостей. Подписывайтесь и ставьте лайки. Сырная Про Улда. Я понял. И сразу к важным новостям. Наши источники сообщают о необычном явлении в редакции Сырной Правды. В ней появилась интеграция. Прямое включение из студии. Хороший тайтл можно легко узнать. Ой, это хорошо. Это автор покушает. Это отлично. Это автор тоже покушает. Я антимайни. Я очень зол. Я украл вашего глупого блогерка, потому что... Потому что я появился в магазин. И я должен получить у него скидку. И это было бы правдой. Но в майни-шоп уже скидки. Поэтому, ребята, донаты, стим-пополнение, всякие геншины, приходите, смотрите, ссылка в описании. А мы продолжаем смотреть видос. Мы еще изучаем причины появления интеграции в Сырной Правде, поскольку данное явление отрицает законы логики. Мы будем следить за ситуацией и показывать новую интеграцию по мере их поступления. Мы разберемся с этим. Ведь это СЫРНАЯ ПРАВДА. К остальным новостям. Вы все еще не знаете, надо ли вам покупать PS5, потому что на канале Булджат нет на нее обзора. Не волнуйтесь, скоро ваше мучение закончится. Наконец-то обзор. Ведь выходит PS5 Pro. И мы начнем гадать заново, зачем она нам нужна. Она будет так вылить? А, это вот реально будет так вылить. Или как она будет вылить? Сыграть на гитаре или нарезать огурец тонкими кольцами за 7 секунд. Я так не думаю. Но зато PS5 Pro отрендерит этот огурец на 45% быстрее и он будет лежать в 60 FPS. А это больше FPS, чем в реальной жизни. Вот вам и ответ. Но не спешите покупать консоль. Обратите внимание, что геймеры в ярости настолько, что раскупили все вилы. Оказывается, Sony врет нам насчет PS5 Pro. И пытается продать нам устройство для запуска God of War, которое уже есть у большинства. Оно есть даже у меня. Выглядит оно примерно вот так. Поищите у себя дома. Вероятно, у вас есть примерно такой же агрегат. К нему можно подключить контроль в PS5 и играть в эксклюзивы PlayStation с куда более гибкими настройками вплоть до 120 FPS. Но тогда какой смысл? Зачем Sony необходимо продавать PS5 Pro еще раз и говорить так, будто бы этой консоли никогда раньше не существовало? Правда оказалась ужасающей. Наши шпионы в Японии выкрали секретные документы, которые вы видите сейчас на экране. Из которых стало ясно, что компания собирается выпускать ремастеры своих игр, таких как Horizon Forbidden West и Last of Us 2 для PS5 Pro с улучшенной графикой. Это какой ремастер будет в Last of Us? Он же только вышел, у него сразу ремастер для PS5, а тут ремастер для PS5 Pro или еще нет ремастера для PS5? Я уже не знаю, запутался. После того первого Last of Us сколько ремастеров ремейков? Штук 20? Ну типа он вышел на третьем PlayStation, потом на PlayStation 4, потом для PlayStation 4 Pro, если не ошибаюсь, тоже был какой-то апдейт. Потом для PlayStation 5, их наверное было больше, потом для ПК... Тяжко. Sony предупреждает, что смотреть сравнение графики игр с PS5 и PS5 Pro по видео или скриншотам не нужно, так как отличия заметны только тем, кто уже купил PS5 Pro. Также стало известно, что физические копии игр будут поставляться секундомером, чтобы пользователи могли наглядно увидеть, на сколько миллисекунд быстрее стали запускаться игры на PS5 Pro, в отличие от холопской PS5. Вероятно, что Ведьмака 4 на старте продаж PS5 Pro не будет, поэтому смысл покупать эту консоль стремится к нулю. Коротким новостям, после успешного старта сериала по вселенной Fallout, люди не только подняли онлайн игры этой серии, но и передачи «Жди меня». Программа стала международным хитом, фанаты верят, что тот Говард цитирует истории из этой передачи, создавая свои невероятные сюжеты. А вы можете спросить, где... Кстати, был сериал по Fallout, я много пропустил. Я реально много пропустил. Чемпиональная война. Ужас. Кринч. Почему? Это первый случай, когда Sony использует деньги и влияние, чтобы заставлять разработчиков улучшать игры для платформы PS5. Но это первый заметный случай влияния корпорации на геймплей. Скажите мне, доколе мы будем это терпеть? Игроки начали бойкотировать Sony, заявив, что отдадут Мавилон Крик автоматонам или жукам, а если это не поможет, то они вовсе перестанут защищать интересы суперземли. Акция оказалась успешной. Arrowhead исправила игру и выровняла урон между пекарями и PS5-ерами. Но игроки переживают, что в следующих играх Sony в версиях на ПК оружие вовсе не будет наносить урона, что заставит... Правильно, зачем? Ну, типа, вот это урон. Пацифизм. Купить PS5-прок, и он будет полноценным. Мы будем следить за событиями. Рациональный урон. Очередная победа русских. Соева и Пориджи, и иноагенты, сомневающиеся в успехе смуты, снова были опозорены. Шумиха вокруг нашего великого и легендарного хита была столь велика, что добралась даже до чешского разработчика Даниэля Вавры, который решил не таясь выехать на хайпе смуты и анонсировать свою новую игру в историческом сеттинге Kingdom Come 2. Я показал дизайн документ игры президенту Чехии, и как только он увидел, что моя новая игра ориентируется на смуту, он тут же выявил весь пенсионный бюджет Чехии на разработку... Не, ну смута, блин, че? Вот эта игра, игровая индустрия, просто в шоке. ...заявил Вавра, нашему переводчику с чешского. Также благодаря смуте, самой желанной игрой в стиме стала Manor Lords, экономический градостроительный симулятор средневековых деревень и городов. Без смуты этой игре не удалось бы заполучить 2,5 миллиона добавлений в список желаний в стиме, ведь все хотят реконструировать Русь и остаться в смутном времени подольше. Новая игра Вавры, Manor Lord и смута доказывают лишь одно, что люди соскучились по средневековому сеттингу и ностальгируют по временам, когда не было черных и царствовался... ...носи... и вонючие подмышки. Но вернемся к геймерам, ведь у них снова есть повод полыхать. Юбисофт отключила сервера гоночной игры The Crew, из-за чего та превратилась... Она вообще была живая, типа... ...в тыкву, поскольку вся активность заключалась именно в онлайн-функции. Ну онлайновая, она сейчас тоже влайн-функция. Ммм, никогда такого не было, вот опять Юбисофт где-то... ...как бы вам сказать так... ...так, чтобы без оскорбления... ...где-то что-то сделало не так? Ммм, как это неожиданно? ...жалеть, что они не поиграют в игру, на которую им все это время было плевать. Но Юбисофт оказалось этого мало. Она решила довести геймеров до настоящей истерики. Буквально отбирая купленные копии The Crew прямо из библиотек игроков. Черт возьми, я даже не помню, покупал ли я эту игру, но теперь я чувствую себя обкраденным... ...поделился своими переживаниями один геймер. Зачем Юбисофт пошла на такой шаг? Вероятно, подобные действия связаны с желанием спасти человечество от глобального потепления... ...потому что в The Crew было очень много машин... ...и игроки не воспринимали серьезно виртуальные выхлопные газы. Но я смею предположить, что Юбисофт проверяет почву... ...чтобы игры, подобные Skull & Bounce, можно было просто убрать из библиотеки игроков... ...и сказать, что воспоминания... ...и их не существовало, эта игра не существовала. ...ква-три-пл-A проект. ...проектом Манделы, но геймеров не проведешь, они сразу будут в ярости. Илон Маск проверяет искусственный интеллект у ботов в Твиттере. К такому выводу мы пришли, когда геймеры яростно бросили следующую новость на наш стол. Дисней уличили в использовании ботов для продвижения Star Wars Outlaw... ...грядущей игры по Звездным Войнам, где мы играем за женщину, чей подбородок должен быть Outlaw за свою брутальность. Геймеры почему-то не могли поверить, что пользователям Твиттера могла понравиться данная игра... ...хотя тут ничего удивительного нет. Ведь в Star Wars Outlaw появилась яркая репрезентация пользователей самого Твиттера... ...и это не могло их не подкупить. Поэтому я уверен, что Дисней не использует ботов для продвижения Outlaw. Но я также уверен, что это Илон Маск тестирует ботов с искусственным интеллектом... ...и как мы видим, уровень этого интеллекта довольно низок, потому что боты хвалят Star Wars Outlaw. При этом радует ботов не сама игра, а использование новых технологий от NVIDIA и DLSS3. Большинство комментариев хвалят именно эти две составляющие игры. Так что, возможно, сама по себе Star Wars Outlaw здесь ни при чем. И играть в нее не захотят даже боты. Также Ubisoft решила провести стресс-тест X-Defined, своего нового мультиплеерного шутера. Игроков будут привязывать к стульям и запускать перед ними X-Defined. Пока разработчики шепчут им на уши, что они могли бы поиграть в нормальные шутеры. Уровень стресса будет замерен с помощью новейших технологий. Разработчики... Это ж колда. Это ж просто колда. Point blank скорее. Ой, блин, я аж разрешил безумно занять. Уровень стресса будет замерен с помощью новейших технологий. Разработчики обещают, что геймеры будут в ярости, потому что еще ни одна игра не вызывала столько стресса на предварительных тестах. На это отреагировали разработчики Apex Legends, заявив, что уже несколько лет поддерживают максимальный уровень стресса игроков в своей игре, намеренно подключая читеров к игровой сессии и заставляя игроков думать, что они плохо играют и не умеют стрелять. Пиратское сообщество в ярости. У них забрали Gunball 17. Эта игра до сих пор оставалась чуть... Что? Что? И не единственной игрой с защитой Denuvo, которую не смогли взломать. И не потому, что защита в этой игре особенная, но потому... Потому что, наверное, никому не нужна игра про Gunball особо. Потому что на Gunball 17 всем было плевать настолько, что ее никто и не пытался взламывать. Из-за этого в пиратском сообществе игра стала легендой и любимым мемом. Но совсем недавно некий беспринципный и наглый Delusion взломал Gunball 17 и выложил кряк в сеть. Геймеры были в ярости. У них забрали святыню и объект для шуток. Представьте, если бы у вас отобрали приколы про Пчелиную войну 2. Но... Это непоправимо. А как же комментарии про Пчелиную войну? Я... Я... Вот... Я пророк. Фу... Влюблюблюблю. Все комментарии практически будут про Пчелиную войну 2. На моем видосе. Совершенно внезапно казнить Delusion прилюдно не стали. Высший совет геймеров посовещался и пришел к выводу, что возможно им придется сдержать свою ярость. Этот человек, что нагло покусился на Gunball 17, сможет искупить свои грехи, заменив исчезнувшую Empress и начав взламывать другие игры под защитой Denuvo. Наши источники сообщают, что в геймерских кругах начались религиозные войны между культами Empress и новым культом Delusiona. Первые уверены во второе пришествие Empress и называют Delusiona лжеломщиком. А другие уверены, что Delusion это реинкарнация Empress, которую не видели уже очень давно. Будем следить за развитием событий. Правда ли, что в игровой индустрии появилось второе существо, способное взломать Denuvo? Ждет ли нас апокалипсис? Подписывайтесь на канал, чтобы узнать об этом первыми. Разработчики заставили игроков волноваться за свои штаны. GFA Studio поделилась новыми подробностями насчет своей постапокалиптичной ММО Пионер. Помимо враждебных гобников... На самом деле вылет неплохо, ну типа визуально вылет реально неплохо. Ну, кроме визуала пока нечего. Болотных тварей в игре появится раса дружелюбных инопланетных созданий. Игроки разволновались до потери сознания и не знают, что думать, потому что всем известно, что если в игры добавляют добрых инопланетян, то, как правило, с ними можно переспать. Пионер будет не исключением, судя по всему, потому что разработчики наметнули, что самым главным интересом инопланетян в их игре будет цвет штанов игрока. Геймеры еще даже не видели, как будут выглядеть инопланетяне в игре, но уже гадают штаны какой расцветки им нужно надеть, чтобы понравиться внеземной цивилизации. Потому что дареному инопланетянину влажноножки не смотрят, а вот к штанам лучше присмотреться. Геймеры виноваты в том, что игры стоят 70 долларов. Разработчики... Ну это реально больно. Дорого игры стоят сейчас, конечно, очень дорого. ...и в ярости от того, что вынуждены продавать игры за... Тем более региональных цен все меньше и меньше становится. Большинство игр просто без региональных цен кидаются в тот же Steam. Или ставят цену прям очень рядом к обычной. ...высокую цену. Именно так считает директор Saber Interactive Мэтью Карч. По его словам, у геймеров закрепился стереотип, что если игра не стоит 70 долларов, то она явно нищенского качества и не сможет работать свыше 30 фпс. Поэтому разработчики не могут поставить цену ниже на тот же Space Marine 2. При этом Мэтью Карч относительно недавно сказал, что у игр за 70 долларов нет будущего. Геймеры были в ярости от этого заявления. Все это время Мэтью пытался убедить их не давать ему денег, но геймеры были непреклонны. Ему пытались передать деньги даже через его родных и друзей. А однажды он попал в реальную опасность. Я шел по улице, и вдруг парень в капюшоне подошел и приставил кошелек к моему горлу, сказав, что если я не возьму 70 долларов, то ему придется купить Space Marine 2 за 130 и выложить скрин в сеть, чтобы другие тоже начали покупать. Я не мог этого допустить. И забрал у него 70 долларов. Коллегу поддержал Штраус Зельник, глава Take 2, который одним из первых начал продавать игры за 70 долларов, и предупредил его, что скоро геймеры заставят Мэтью добавлять в его игры микротранзакции. Своим опытом поделились и авторы Genshin Impact. Чтобы геймеры перестали давать им 70 долларов, разработчикам пришлось ввести элементы казино в игру. Только так получилось продолжить распространение игры бесплатно. Ведь разработчики делают игры для души и хотели, чтобы... Конечно, конечно. Как иначе? Genshin это... Ну это... Ну там же шин доната нет. Это так. Они от сердца отрывают. Бесплатно как это. В них мог поиграть каждый человек на земле. Сырная правда заканчивает свое обещание, поскольку мы почти истратили бензин в нашем электрогенераторе. Не забудьте подписаться на канал, ставьте лайк, расскажите, как вы любите сырную правду своим родным. Пока не закончился бензин, я хотел бы поделиться поступившей к нам информацией. Пчелиная война выйдет сегодня... Никогда она не выйдет, ребята. Это все, это мем. Хотя, возможно, через 10 лет ее и сломают. Выложат, выложат, взломают. Зломают Булджати, найдут его компьютер и учат Пчелиную войну 2, 3 и все будет. Ребятки, ссылочка на оригинал в описании. Приходите и подписывайтесь на Булджати. Подписывайтесь на мой канал, мне было бы очень приятно. Всем счастья, здоровья, дачи. Всего придачи. Пока.